Проплаченные митинги, 5000 участников, 40 организаторов. Это системная работа российских спецслужб по дестабилизации ситуации в стране. Об этом сегодня заявил глава службы безопасности Украины. Деятельность одного из организаторов Николая Дульского разоблачали сотрудники СБУ. Они приходят на площади с плакатами, устраивают перекрытие трасс, штурмы зданий госорганов. Они действуют по сценарию и получают за это деньги. 3 мая Ривне возле обл. администрации акция за легализацию добычи янтаря. Участники студенты, которые откликнулись на объявление ВКонтакте и которым пообещали заплатить 100 гривен за час. Лозунги быстро меняются, а требования легализации переходят к отставке высших чинов государства. 10 мая Ривне это приезжий организатор из Киева Юрий Клейнос проводит инструктаж со студентами, участниками акции. И мы это выполняем. Если только чиновники, мы их в администрацию не пускаем. Понимаете? В всяких *** в пиццахах мы оттолкнули *** и пошли отсюда. Вы выкрадаете громаду Ленинщины. Пошли *** не понимать. Мы говорим просто и по-народному. Мы люди простые и как есть такие. Зрозумели все? Мусоров, что мы мусорам говорим? Что мы конторщикам говорим? На этот раз акция не удалась и Клейноса задержали. Во время обыска в правоохранители нашли вот такие листовки. Открыли уголовное производство по статье посягательства на территориальную целостность государства. Задержали и организатора акции 3 мая Ярослава Гранитного. Клейнос во время допросов признался, что его работу курировал некий Николай Дульский. Гражданин Украины сейчас бежал в Россию. С 8 на 9 мая я набрал Грибоваль Дульский и попросил приехать в город Рома и стать спикером на акции возле областной администрации. Также стал и соорганизатором фактической акции по факту, как это получилось, организовывая определенную мусорку. Мусорку в брутальной форме критикуя правоохранительные органы. 10 травня за указом Дульского злоумыслики сделали спробу забрать масок для блокирования Ривненской областной администрации под гаслами борьбы с бурштиновой мафией. Для этого они задеяли целую купю студентов Ривненских ПТУ. Николай Дульский – лидер организации «НашДак». Он также имеет непосредственное отношение к перекрытию трассы во Львовской области и митингу в Ривне, когда звучали призывы к созданию Ривненской народной республики, говорит Грицак. Мы видим целую систему. Это не поединок випадки в каком-то конкретном месте, а акция присвящена какому-то конкретному событию. Нам будет документован факт, что вы знаете про этот комитет по ретунку Украины, который вы чули экс-премьер-министр Украины Миколай Азаров. И сегодня должны были избрать меру пресечения руководителю УНСО в Ривненской области. Подозревают, что он – организатор одной из акций протеста. Во время обыска у него изъяли боеприпасы. Но за целый день заседание так и не смогло даже начаться. Ольга Иванченко, Инобелецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер.